Техника бывает подводит. Сейчас я снова включусь. Выключу и включусь. Конечно, я тут. Ну, наверное, да. Но, по сути дела, мы так и ведем разговор. Так у нас и получается все это. Окей. Кто у нас в студии? Валю вижу. Валя Мешкова здесь? Я здесь. Отлично. Так. Так. Остальных постепенно ждем, но я все-таки, наверное, начну. И первое, с чего мы начнем, поговорим о текстах, которые мне прислали. Очень славный текст Ольги Горецкой. О кошках. Прочли? Да. Я сам кошатник, и поэтому я обожаю и кошек, и собак, и вообще всех живых. Вот этот рассказик о Ольге Горецкой, о кошках, меня умилил. А мне тоже очень понравился, но мне не понравилось только то, что кот и кошка, у них разное поведение, во-первых, и путается сознание. Кот и кошка. В рассказе звучит кот-кошка. Сознание просто теряется мысль какая-то. Ну, ты здесь права, безусловно. Ты права. Если бы речь шла бы о кошке, так надо было о кошке рассказывать. А если о коте, то уже описывать вот именно это поведение кота. Потому что у них все равно разное поведение, как у людей. Безусловно, безусловно, ты права. У меня сейчас четыре кота и одна кошечка. И действительно, у них разное поведение. Раньше у меня было 14 котов и кошек. Как ты с ними справлялся? Время идет, вот, все мы смертны. И умирают кошечки. Ну, вот, на сегодняшний момент один у меня старенький котик, у которого даже имени-то нет. его имя такое, полосатенький сын Рыжего. Вот такое у него длинное имя. Вот. Ну, он совсем уже старенький. И каждый раз подкатывает ко мне за лаской. оба Рыжиньких уже умерли. Ну, я, наверное, покажу. У меня осталась фотография двух моих Рыжиньких. Так, короче, давайте, что про рассказик о кошках? Ну, я сказала. Очень миленький, хороший рассказик. Да, да, согласен. Только не путать. Кот и кошку не надо путать немножко. Спасибо. Спасибо. изяществом Валенька я хочу подчеркнуть из твоего вот это очень важно отношение автора к тому о чем говоришь и вот это действительно ценно их нет Ольги Горецкой рядом нам порадовалось нашим словам ну что Ланникова поехали дальше следующий рассказ который я хотел бы велико отметить это Валентина Мешковой Виардо это великолепный рассказ о любви Тургенева к Полине Виардо это просто замечательно я был восхищен давайте давайте поговорим про это о том о том и Да, да, да. О. Привет, Катюшки. Ой, молодченька. Здравствуйте. Марьянников, привет. Доброе утро всем, что обсуждаем, только скажите. Обсуждаем рассказ Вера До Валентины Мешковой. Обсуждаем рассказ Вера До Валентины Мешковой. Что это настолько великолепный рассказ, что он достоин публикации в любом сборнике. Именно, Валя, молодец, хорошо говоришь. Дело в том, что этот рассказ, он нас еще возвращает к нашим истокам. К прозе Туркенева, к самой Полине Верадо. Я считаю, это велико написано. Дело в том, что он достоин публикации в любом сборнике. Дело в том, что он превратится. Редактор субтитров А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. Путина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, вот когда я была в доме Блока, вот у меня тоже было абсолютное ощущение, что когда я вышла из этого дома, это было в Петербурге, что будто, вот как здесь сказано, вышли из этого музея, и как-то ощущение, что будто побывали прямо там. В прошлом веке. Не даже не вот просто вот прям там, где всё пронизано этим Духом, Его присутствием, Любовью к Нему. То есть вот это вот чувство очень передано. Я просто тоже вот вспомнила, я понимаю, что это такое вот это чувство. И, кстати, это чувство остаётся на всю жизнь. Вот если один раз его испытал, то оно остаётся всё время. Но вот есть какие-то чувства, которые с годами будто меркнут. А вот такие вещи не меркнут. Может, потому что они ничем не портятся. Обычно на чувства накладываются ещё какие-то отношения, там ещё какие-то чувства. А тут ничего больше не накладывается. Остаётся только вот эта чистая память. И вот такие путешествия, да, вот Париж, грибы, все вот эти вот тонкости, да, церковь, они один раз. На них ничего не накладывается. Поэтому вот как оно вот было перечувствовано, вот так оно и остаётся. Поэтому оно вот так вот и передано во всей чистоте, так оно во всей чистоте воспринимается. И, конечно, очень приятно вот это завершение. Давайте послушаем мы тишину, да? Потому что вот истинная любовь, она воспринимается в тишине. Это её голос, её мелодия. Потому что когда много слов, тогда что-то другое. А вот это вот давайте послушаем. И тут речь идёт, давайте послушаем мы тишину, давайте послушаем любовь. Давайте послушаем вообще, что она говорит. Здесь как раз и речь идёт о том, что она везде говорит. Говорит любовь всегда и везде. Так давайте же хоть остановимся и послушаем, что она говорит. Ну, на мой вкус, в этом рассказе ещё и случится песня, как поёт Полина Виардо. Верно, верно. Ладненько, да, давайте пойдём дальше. Валя Мешкова, ты что скажешь на наш отзыв? Мне очень понравилось, что вам понравилось. Ну, меня, конечно, в этой истории прежде всего завела Казановская. Ну, не то, что выставила, для этой истории меня завела Казановская. Я её видела живую, и та её улыбка, и её любовь действительно меня завела. Великолепно. Великолепно. Спасибо. Спасибо вам. Так, переходим к следующему. Следующее у нас мистические реальные свидания Валентины Мельниковой. Давайте поговорим про это. Валя, ты пока молчишь. Кто что скажет про это произведение? Мистические реальные свидания. На мой взгляд, произведение великолепное. Давайте поговорим. Мистические реальные свидания Валентины Мельниковой. Всем привет. Привет, Андрей. Мы, кто закончили обсуждать VR-дом Валентины Мешковой, перешли к Валентине Мельниковой мистические реальные свидания. Давайте поговорим про это. Ну, и... Это ж не слышу сказать. Ну, я бы для начала сказала в двух словах, что полёт мысли, во-первых, а во-вторых, тут идёт борьба двух полушарий, которые за и против. Борьба этих полушарий за и против. Да, 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 верно. Да. А в мистике это, как бы я бы назвала бы в двух словах, был это, ну, как сказать, подождите. Это любовь, да. Была ли там любовь или влюблённость? Вот в чём вопрос. А в реальности, я бы ответила, любовь-то сама, ну, любовь-то живёт и ждёт её. Как-то вот так всё это переплетение. Была ли любовь и влюблённость? Ну, она есть в душе, но она это ждёт, вот это, она ждёт любовь вот эта. Переплетение всего вот, мистики и реальности. И пальба и полушарий двух, вот за и против. Нужна ли тебе сама любовь или ты ждёшь её? Тут просто, как бы, Валентине, может, надо самой ответить на этот вопрос конкретно. Ну, мы её спросим, а ответит. Да, кстати, я очень согласна вот с такой трактовкой, потому что как-то вот этот вот момент дальше нежной энергии, того невидимого, что просто чувствуется, он не делал никаких шагов ко мне навстречу. Ну, так, мне кажется, что это самое ценное. Это как раз самое ценное. Да, и самое ценное, что если ты сама любишь, уже ты, как бы, совсем, ну, мир по-другому для тебя звучит, и ты его воспринимаешь совсем по-другому. То есть здесь будто бы это не отношение, потому что написано, я словно не верила, что между нами уже есть жизнь. Как будто бы это, мне кажется, это и есть самая тонкая, как бы, экстракт жизни. Сама суть жизни, вот эта вот нежная энергия в отношениях, я это имею в виду, что это вообще, если оно есть, так это ценнее ценно. Славно, Марья Ника сказала, Славно, суть в том, что любить и быть влюблённым это немножко разные вещи. И вот в данном случае, как бы, мистика не помогает. Ну, вот тут очень хорошо сказано, видимо, как бы, ключ, ответ на все вопросы. Ведёмся мы под другого, ну, в данном случае под мы, имеется в виду мнение автора. Вот в чём дело. Не так вдруг посмотрел, и мы не можем вести себя так, как сами тон хотим задать. То есть не задаём тон сами, поддаёмся тону, который дали нам. Вот в этом вся суть переживаний, как я поняла, всех вот этих вот переживаний. Переживаний по поводу того, что не ты задал тон. Ну, вероятно, да. Вероятно. Это желание властвовать, а не любить, а властвовать этому человеку, наверное. В любви есть, кто любит, а кто воспринимает, как говорят. Так, давайте Валентину, автора, послушаем. Ага. Ага. Да, я обязательно скажу. И скажу я так. Рассказ очень хорош. Можно там спорить с чем-то. Но сам по себе он очень хороший. И я считаю, что даже править не нужно. Оставь его таким, каков он есть. Подожди, а я потом тоже скажу. Продолжение следует. Давай-ка, Валенька, мы плюнем сейчас на стилистику. Ты нечто выразила душой. Дайте мне слово. Можно мне слово? Да, 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 Марья Николаевна. Вот я как раз хотела по всему поводу этого сказать, что то, что я сказала первый раз, это касалось чисто такой вот разбор, как говорится, произведения, домашнего задания. А вот чисто по-женски, вот по-женски я аплодирую. То есть это вот женщина может понять, что у нее такое творится в голове, такое творится в чувствах. Вот как женщина. Как женщина. Отлично сказала. Понимаешь, вот это вот разные вещи. То, что я первое, это было мое рацию, да? Просто разобрали произведение. Но вот если говорить о том, что я читала его как женщина, ну абсолютно. Написано женщиной, притом вот абсолютно честно. И вот именно женщиной воспринимается. Вот такое в головах и творилось в определенные времена, в определенных состояний. Отлично, Марьяника, отлично, очень правильно. Так что, Валя, не сомневайся. Ты написала замечательное. Валя, я не хочу ничего, что-то мне в принципе... Вот это слишком много. Принтересно. Продолжение следует... 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 Смотрите, это очень важный момент. Реальное и мистическое. 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 воздухом любви. Любовь правит балом. И всем миром. Прекрасно сказала. Я рад. Я не на ходу сочиняю, это у меня заготовочка была у меня. Ну, я уже с утра говорил, что голубка мне наварковала, и я на весь день зарядился жизнью. Так. 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 Продолжение следует... 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 а может быть даже что-то потерялось. Поэтому, может быть, надо будет подумать. Нет, мне ничего не надо изменять. Рассказ есть рассказ. Марьяника, лучше напиши какое-нибудь новое, с новыми впечатлениями. Ну или новое как-то, да. Но это было реально. Это действительно просто... Это абсолютно реальный рассказ. Я там сижу вся такая в самосожалениях. Мне стучатся в дверь люди, играют на гитаре, поют хорошие песни. Я говорю, а вы что пришли? Ну как, говорит, просто вас порадуют. Так и сказали. Я прям стояла, думаю, что за бред. Не могла понять. Знаете, прям чуть ли не выпроводила их, отвлекая от моих грустных мыслей. То есть это реальность. Марьяника, рассказ великолепен. Не меняй. Лучше новый напишешься. Спасибо. Так, переходим к следующему. Я только прошу прощения. У меня уже тут люди собрались. Меня дергают со всех сторон. Можно мне уже отлучиться? Ну, в принципе... Я очень извиняюсь, что вот так вот, но... Я с вами. Добро пожаловать. Добро пожаловать. И слово у всех, и Валеру, то, что у нас держит. Потому что, когда не держат, расплываешься. И хотя бы раз в неделю, ну, ты что-то пишешь. И это... И потом вот так вот мы сидим, обсуждаем. Это как это вообще что-то такое, какой-то праздник души. Вы знаете, вот я вот даже... Люди собираются, они там уже звонят, вот там сердятся. Я попросила их там на улице сейчас подождать. Потому что вот настолько важно, вот просто побыть вот среди нас. И вот послушать вот наши беседы. То есть это как-то вот для моей души это сейчас важнее всех дел других. Марьянникова, мой посыл. Не дня без строчки. Окей. Это было бы здорово. Переходим к... Все, счастливо. Спасибо. Всего доброго. Так, девчонки. Следующее произведение... До свидания. Валентина Мельниковой. Мне нравится. Ну, нас сейчас мало. Тогда, вероятно, послушаем Валентину Мельникову. А потом я расскажу. Слово о Валентине Мельниковой. Мне рассказ очень понравился. Там у нее ритм очень хороший заведен. Ну, сказка, красивая сказка. Я не буду как бы в тонкости вдаваться. Ну, мне это все напомнило детскую такую любую девчонку. Ну, это, конечно, все во взрослой жизни. Но все равно как бы я как бы в детство впал. Милая сказка, верно? Всего я просто в детство впал. Да, сказка, да. Ну, конечно, она... Ну, то, что хотелось бы сказать. Милая детская сказка о любви. Ну, мы все поем про любовь, верно? А вот, вроде, зайчиков, я не покосну вас с вами. Ну, про зайчиков? Да, да. Обалденная сказка на мой вкус. Ну, она такая заводная. Заводная. То есть такая, будто бы детская, в то же время, мне не хватит целой жизни нацеловать тебя. Вот так вот прям белый хвостик, белое ушко, так вот прям сисимуси. И в то же время вот создается прям столько сисимуси, что ты таки входишь в это состояние. Давай, откажи. Да, кокетство. Какая прелесть, Валенька, ты молчен. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо, Валенька. Давайте перейдем к рассказу Валентины Мешковой о памяти. Помните это? Где памяти есть, там слов не надо. Будет мотор под звук своих колес. Стихотворение в прозе. Продолжение следует... Ну да, вот еще озвучу. Гудит мотор под звук колес. И песню свою создал он в дороге. Ты мой, я твоя. И так хочется сказать, о повелитель, а ты господин. Я твоя, а я у ног твоих. Слегка головку и грива наклоняя. Великолепно. Просто великолепно. Ну это как поэзия. Такая определенная поэзия. Прям как хоки. Только такие. Более... Да, 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 да. Как японская поэзия такая. Да, Мрянькова. Это именно поэзия. Этим меня и подкупил этот текст. Ну у меня вообще это есть. И мне это тоже очень дорого. Потому что вот именно это мне дорого. Когда поэзия такая. Такая вот не разъясняющая, а вот так. Которая открывает просто пространство. Из души рвется. Которая не рассуждение философское, да. Вот именно так. Просто рвется из души. И что-то в этом происходит. Будто открываются какие-то пространства, а ты сам вот дальше думаешь, что там в этих пространствах. Да, верно, Марьян. Будто бы и не сказала, хотя так хочется сказать. Но как будто бы оно звучит в этом пространстве. То есть вот такая вот игра звуков и раскрытия каких-то таких поэтических пространств. Да, звуков, слов и звучаний. Ну серьезно, это великолепное произведение. Хоть я не назову это стихом. Я только не могу понять. Вот такая бывает история любви под звук своих колес. Что имеется в виду своих колес? Это, как я понимаю, мы едем куда-то. Куда-то едем. О ишушании колес. Нет, это все понятно. Ну, вообще, здесь вот что-то такое, знаете, все равно же все буквально. Вот тут как-то... Давайте автору спросим. Да. Любовь под звук своих колес. Как-то сама фраза действительно какая-то странная. Что имелось в виду? Ну, спросим у автора. Да. Валя, твоя... Да, я слышу. Подождите, я сейчас это... Ну, вот в самом конце просто. Вот посмотрите, даже сама фраза как звучит. Вот такая... Да, мне надо было концовки, может, там другое было, надо было слово. Но мне концовки надо было подвести, что создалась вот такая письма моей любви. Что я хочу такую любовь. Ну, просто... Ну, сами посмотрите. Вот так писалось. Вот так писалось и все. Валя, скажем так, написалось очень хорошо. И мне очень это нравится. Просто тут три отдельных части. Это две части последние были написаны еще 4-5 лет тому назад. А первая, первая часть под звук колес написана буквально на днях. Молее неделю тому назад. И мне как бы хотелось, наверное, соединить. И тут я концовку хотела соединить. Вот и все. Я там не знаю, как бы... Может мне посмотреть над этими словами? Да. 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 Продолжение следует... 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 с душой реки смотрела я слушала это такая медитация которая очень приятно слушать воду как бы признак жизни мы состоим из воды прослушать это очень интересно и действительно научиться разговаривать с водой классный клип хороший сделан мне очень понравилось но уже нет так что у нас не услышит для меня это жанр действительно медитация спокойствие спокойствие верно верно и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...